Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о стратификации и скарификации семян. Это абсолютно два разных процесса, но оба направлены на ускорение прорастания семян. Здесь у меня на столе некоторые семена плодовых и цветочных культур. Я их подготовила для стратификации. А что же такое стратификация? Стратификация это выведение семянное состояние покоя воздействием на них холодом. Семена могут проходить и стратификацию в естественных условиях, то есть в открытом грунте. Например, если мы семена абрикоса, алычи, айвы, дички груши, а также и яблони посеем осенью под зиму, они весной прорастут. Так как для абрикоса алычи достаточно 4 месяца от строка стратификации, чтобы они полежали в холоде, в открытом грунте. Для семян айвы и дички груши достаточно 3 месяца полежать в земле зимой и весной они прорастут. Если не успели высеять семена в открытый грунт под зиму или есть угроза выедания семян грызунами, можно использовать искусственный способ стратификации. Семена пересыпают влажным песком и убирают на хранение в подвал или холодильник. Температура должна быть от 0 до 3-4 градусов тепла. Хранить семена можно не только в песке, но и в торфе, а также под снегом. Если хранить в песке или в торфе, нужно через 7-10 дней семена перемешивать и при необходимости увлажнять. Это семена травянистого гибискуса. Срок стратификации у них месяца два и поэтому если их храните в холодильнике, то в марте можно посеять и они без проблем взойдут. Это семена древовидного пиона, а это кизила. И у этих и у этих семян срок стратификации не менее двух лет. Так вот, чтобы уменьшить срок стратификации для этих семян, существует второй способ, который называется скарификация. Это разрушение внешней оболочки семян, у которых она очень прочная, чтобы открыть доступ влаги для проращивания. Существует химический и механический способ скарификации. Химический это применение кислот. Обычно серную кислоту применяют, но в домашних условиях это небезопасно, поэтому рассмотрим механический способ скарификации. У крупных семян это делают ножом или напильником или другими какими-то способами, а вот мелкие помещают в банку стенки, которые высланы наждачной бумагой и встряхивают по кругу. Ну вот и все, что я вам хотела сегодня рассказать о двух способах стратификации и скарификации. Желаю вам успехов в проращивании семян, а сегодня до свидания, до следующих встреч.